Музыка Известное крылатое выражение обеченного три года ждут, несмотря на современное звучание, по одной версии имеет библейское происхождение. Другая версия более современная. Дело в том, что в гражданском кодексе образца 1963 года и в современном его аналоге срок исковой давности 1-3 года. Впрочем, мы не призываем вас ни к долготерпению, ни к законопослушности. Мы просто продолжаем работу начатую 21 февраля. Эта программа имеем право, я ее постоянный ведущий, журналист Николай Скребе. Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, мы начинаем. Из всех социальных групп нашего города, пожалуй, ни с одной не работали органы государственной власти и всероссийские общественные объединения так плотно, как с городскими садоводами. Это, наверное, правильно, ибо почти 150 тысяч севастопольцев, связанных с садовыми товариществами, могут единочасно превратиться как в элемент стабильности, так и в дестабилизации обстановки в городе-герое. Последнее объясняется прежде всего сложностью интеграции этого института гражданского общества в правовое поле Российской Федерации. На одной из самых массовых встреч представителей федеральных органов власти и садовых товариществ была озвучена дорожная карта для развития СТ. Главным при этом, как считают в правительстве, является... Первое, что я хочу сказать, нам нужно нормально спланировать свой генеральный план. Где мы видим эти садоводческие товарищи, товарищи, определить зонирование территории. Можно ли там вообще его сделать? Можно ли там индивидуальное жилищное строительство вообще оформлять как часть города? Разработка нового генерального плана – задача не из легких и потребует значительных как финансовых затрат и людских ресурсов, так и времени. Правда, как заявил недавно в эфире нашего телеканала представитель губернатора в законодательном собрании Александр Свечников, правительство поступил таки проект закона о садовых товариществах, разработанные якобы общественниками. Исполнительная власть намерена после правовой экспертизы отправить его в местный парламент. Увы, на все потребуется время, а проблемы надо решать уже сегодня. В этом здании знают все болевые точки и проблемы балаклавских садоводов. Основная проблема – наша собственность еще не показана на кадастровой карте Севастополя. Мы еще не имеем границ в российской юрисдикции. К сожалению, в Крыму этот процесс идет, порядка 30 уже собственников показали свои границы, а у нас этого нет. Затруднена сфера обращения с собственностью. В общем, все вопросы связаны с адаптацией собственника в российскую юрисдикцию. И мы просим правительства Севастополя о том, что все-таки пора. Давно, это надо было в том году еще создать комиссию по адаптации собственника. Потому что, к сожалению, собственник Севастополя испытывает ущемление и потери в социальном плане и жизненных интересов, социальных, и стоимости даже своей собственности. И испытывает дискомфорт. И я также хотел бы обратиться к законодательному собранию. Если в правительстве в массе своей руководители не имеют собственности в Севастополе и приехали с материковой России, то, к сожалению, в ЗАГС собрание наши депутаты, которые, если сами не имеют собственности, то их друзья, их родственники имеют собственность, они давно должны были бы уже заняться комфортным размещением собственности севастопольцев в российской юрисдикции. А для того, чтобы смягчить вхождение в российскую правовую действительность, садоводы дважды обращались в правительство Российской Федерации. На что получили ответ, основной смысл которого заключался в том, что переходной период в отношении земельных вопросов продлет в Крыму до 2017 года. А власти на местах могут регулировать особенности землепользования местными нормативными актами. Мы говорили еще в конце того года, что надо продлить как минимум на два года переходный период. Ну зачем просто всех загнать в юрлицы? У нас в массе своей 30% садовых товарищей меньше 50 членов. Они не могут существовать как юридические лица. Они сейчас не идут регистрироваться. Они все остались в тени. Мы просили о налоговых каникулах. Севастопольцы своим решением, референдумом вернули в Российскую Федерацию Севастополь и Крым. Наверное, они имеют право хотя бы на два года налоговых каникул, чтобы встать с колен, как признал даже наш гарант Конституции Владимир Владимирович Путин, что мы 23 года нас третировали здесь. Ну дайте встать с колен собственнику, дайте ему распорядиться своей собственностью. Проблемы сегодня существуют не только у карликовых товарищей. Много острых вопросов возникает и в среде более крупных общественных объединений садоводов. Причем порой реанимируются проблемные вопросы, которые уже однажды власти и общественность решили. Едем в садовое товарищество Сапун-Гора. Вопрос транспортного обеспечения жителей этого объединения решался на протяжении прошлого и начала нынешнего года. Садоводам в данном случае пришлось раскошелиться на строительство разворотного круга и павильон на ожидание. Слава Богу, не напрасно. На сегодняшний день транспорт у нас ходит. Нас обслуживает предприятие СЕФ «Автотранс». Большое вам большое спасибо. Автобус ходит с интервалом в 30-40 минут. Идиллия просуществовала недолго. И вот в самом начале июня социально активные члены сообщества садоводов Сапун-Горы на внеплановом собрании вновь обсуждали самые насущные, неразрешенные до сих пор вопросы своего существования. Прежде всего транспорт. Вы видите даже вот детки. Я говорю как мама и от мам. Прежде всего, я думаю, меня поддержат мамы. Детки идут в садик, в школу. Выходим мы то ли в 6 утра, то ли в 8 утра. Мы не знаем, на какой рейс мы попадем. Нам выделил город два автобуса официально. Я уже не говорю, что три там числится. Два. На сегодняшний момент две недели ходит один автобус. Бывает такое, что ходит два. Но это настолько редко. Ходит один автобус. И то неизвестно, когда он придет. В расписание он попадает, не попадает. По часу, по полтора стоим. В то же время, наш зелененький 12 маршрутик, видели по 23 маршруту, с логотипом 23 вместо 12, спрашивали люди, что ты здесь делаешь? Почему ты здесь? Почему ты к нам не едешь? У тебя же маршрут к нам. Не ваше дело. А садовым товариществам не привыкать решать все свои вопросы автономно. В этом объединении, к примеру, разрешили проблему прокладки внутренних электрических сетей и освещения садовых товариществ самостоятельно. Увы, сегодня, что называется, уперлись в лимит на электроснабжение. Проблема нашего массива в подаче электроэнергии. Так как это раньше были дачи, сейчас он стал живым массивом, на котором проживает больше тысячи человек, ну, семей даже. Есть дети маленькие, и нам не хватает мощности. Горэнерго поставила нам лимит. У нас мощные трансформаторы, в принципе, сейчас задействованы на 40%. Нам поставили токовый трансформатор и заставили председателя подписать договор на 100 кВт. У нас 250 кВт свой трансформатор. Трансформатор работает на 40% мощности сейчас. Мы не имеем права больше взять, потому что за это с нас будут драть деньги. Ни для кого не секрет, что за период независимой Украины в Севастополе не было построено ни метра социального жилья. Поэтому нуждающиеся обустраивали себе жилье самостоятельно. Наименее накладно это получалось в границах садовых товариществ. Причем такая ситуация устраивала всех. В силу чего сегодня у постоянно проживающих в садовых товариществах оставилось множество проблем с легализацией жилья и собственной регистрацией на этих метрах жилой площади. Я хочу обратиться к властям, то что наш председатель обращался, помогти с пропиской. Здесь живет около тысячи человек. И люди без прописки не знают, что делать. Хотя есть дома, это самое, земля приватизированная, дома оформлены на людей, а прописки нет. И куда мы не обращались, никакой помощи у нас нет. Мы просим помогти с пропиской, потому что очень много людей живет здесь без прописки. А кроме объективных трудностей, в значительной мере влияют на моральный дух садоводов различные домыслы и панические слухи. Самые, пожалуй, острые сегодня – это якобы неподъемные суммы обязательных земельных платежей. А в сложных социально-экономических условиях в обществе баражирует множество панических слухов. Один из основных, как значится в типологии, слух пугало. Чтобы его развеять, необходима объективная информация, что называется, из первых уст. Постараемся узнать и мы, федеральные налоговые службы по Севастополю, так ли страшен черт, как его молюет? Или нанесет ли особый ущерб земельный налог благосостоянию севастопольских садоводов? Налоговая база. То, из чего организация будет исчислять налог. В соответствии с внесенными изменениями в налоговый кодекс на территории Севастополя и Крыма, до проведения результатов массовой кадастровой оценки, за налоговую базу принимается нормативная цена земли. Нормативная цена земли принята правительством Севастополя. Это 515-е постановление, где установлена нормативная цена за каждый квадратный метр земельного участка. Для того, чтобы получить эту стоимость, необходимо обратиться в Севреестр. С февраля месяца выдаются справки о нормативной цене. В данных справках есть информация либо о каждом квадратном метре на основании своих правоустанавливающих документов. Юридическое лицо берет площадь, умножает на эту нормативную цену за каждый квадратный метр и получает нормативную цену земельного участка. Кроме того, в соответствии с 81-м законом, который принят нашим законодательным собранием, установлены ставки. Ставка для садоводов установлена 0,025% от этой нормативной цены. В принципе, стоимость довольно-таки небольшая, поскольку в Украине эта ставка была даже на 0,05% выше. Для физических лиц ситуация немножечко как бы сложнее, а может быть где-то и проще. Физические лица будут уплачивать у нас налог, возможно, в 2016 году, поскольку первым налоговым периодом, когда у нас начисляется земельный налог на территории, является 2015 год. В 2016 году они ждут уведомления. Это может быть на уведомления, как на основании по всей России. Это единое уведомление на землю, на транспорт, на имущество. Если физическое лицо не получает данного уведомления, там до 1 октября следующего года, 2016-го, то у данного физического лица появляется обязанность. Она также прописана и введена с этого года налоговым кодексом. Они обязаны предоставить налоговые органы по месту жительства уведомления о том, что они владеют таким имуществом, которое я ранее перечислила, и предоставить копии правоустанавливающих документов. Если эта обязанность не будет использована, предусмотрена штрафная санкция 20% от начисления тех обязательств, которые впоследствии будут, как говорится, начислены, либо предъявлены. Скорее всего, физические лица в 2016 году у нас как бы уведомления, ну, пока с нормативной ценой сложно, учитывая, что у нас порядка 60 тысяч земельных участков, которые на сегодня зарегистрированы на физических лиц, и нормативная цена, в общем-то, можно сказать, где-то в ручном порядке рассчитывается. Поэтому, возможно, что основная обязанность севастопольцев предоставить вот это уведомление до 31 декабря 2016 года с копиями правоустанавливающих документов. Человек, как известно, больше всего боится неизвестности. Поэтому мы в этой связи будем информировать вас о всех подвижках в земельных правоотношениях как можно чаще, не исключая проблематику садовых товариществ. А у меня на сегодня вся информация. Боритесь за свои права, Бог, Конституция, справедливость с вами. Всего вам доброго, честь имею.